На самом деле, проспективного рандомизированного исследования второй фазы по оценке резектабельности, выполнении резекций метастазов, мы будем называть это метастазы к томии, у больных метастатическим колоректальным раком с диким типом генофраз, с неоперабельными метастазами рака толстой кишки. То есть, по сути дела, в нашей общей популяции больных, которые мы имеем дело своей рутиной клинической практики. Если посмотреть на исследование при изолированном поражении печени, о чём Елена Владимировна уже прекрасно доложила, то вы могли понять, что проведение химиотерапии определяет и большую частоту достижения объективных ответов, и большую частоту достижения метастазоктомии, если сравниваем с общей популяцией пациентов. При этом это могут быть как дуплеты, это могут быть и триплеты, фалфоксири, это могут быть и различные таргетные препараты, в том числе и ТГФР. Вот эта старая корреляционная кривая, опять же, подтверждает эти тезисы о том, что если вы берёте общую популяцию больных, применяете обычные стандартные режимы химиотерапии, с таргетной терапией, то с каждым 10% объективный ответ у вас частота, вероятность частоты выполнения R0-резекций метастазов различных органов увеличится всего на 2%. Но если вы берёте пациентов, которые имеют изолированное поражение метастазами печени, здесь, конечно же, корреляция более выражена, при частоте объективных ответов 60%, вы можете достичь более 35% выполнения R0-резекций, в том числе и печени. Более интересные результаты, конечно, применения таргетной терапии. Если опять мы берём популяцию больных с изолированным поражением печени, будь то нерезектабельными или потенциально резектабельными метастазами, где сравнивались дуплеты и триплеты, и бело-цизума-пэнти и ТГФР, это небольшое исследование, рандомизированное второй фазами на ТЭП, то в данном случае мы видим, что применение более агрессивного в режиме фалфаксири, а также анти-ДГФР-терапии в данном контексте сатоксимаба определяло и частоту большего достижения объективного ответа, но и, что для нас более радостного, частоту резекции печени. И это выливалось в улучшение показателей общей выживаемости. Однако для общей популяции пациентов, вы видели, наверное, эти уже слайды, с неоперабельными метастазами, то есть тех пациентов, которые мы ведем в группу контроля болезни, как часто выполняются резекции печени или резекции других органов, на самом деле противоречивые данные, особенно применение анти-ДГФР-препаратов. Потому что да, мы знаем, например, при совокупном исследовании анализа, исследовании ФАЕР-3, сравнение фалфири-бева и фалфири-цитоксимаба или ПИКА, сравнение другого анти-ДГФР-препарата с бевом в первой линии, в режиме комбинации с фалфоксом, да, выше частота объективных ответов, да, выше так называемое раннее уменьшение опухоли, глубина ответа опухоли выше, но, к удивлению, это не привело к увеличению частоты Р0 резекций. То есть одинаково было в сравниваемых группах частота выполнения метастазоктомий на общей популяции пациентам. Хотя у нас, с другой стороны, есть данные CLBG-исследования, опять же, вы наверняка сегодня о нём слышали, сравнение химиотерапии дуплета с бевом против химиотерапии с анти-ДГФР-препаратом при гиком типе ген РАЗ. Здесь, наоборот, получилось, что и увеличение частоты объективных ответов, и увеличение Р0 резекции было выше в группе цитоксимам. То есть есть противоречивые данные. В связи с этим мы решили организовать такое небольшое, проспективное, нерандомизированное исследование, многоцентровое, четырёх таких, можно сказать, ведущих клиник, которые имеют опыт и метастазоктомии различных локализаций, и проведение активной химиотерапии, чтобы понять, а действительно ли добавление анти-ДГФР-моноклональных антител к обычной химиотерапии фолфокса, фолфери, популяции больных, которые мы транслируем как требующие лишь контроля болезни, то есть имеющие неоперабельные метастазы, приводят к увеличению частоты резекции печени, и это приводит к улучшению показателей выживаемости или нет. На самом деле, вот такой очень простой, можно сказать, даже примитивный дизайн мы придумали. Включали всех пациентов старше 18 лет с диким типом генов раз, потому что исследование уже шло с 2017 года, то есть эти данные у нас уже были. Включались пациенты с измеряемым проявлением болезни, всем выполнялась компьютерная томография на первом этапе, а также в дальнейшем при проведении химиотерапии. Также определялось отсутствие операбельности, как то, и даже потенциально операбельные метастазы сюда не включались. И всем проводился режимы фолфокс или фолфери с анти-GFR препаратами. Выбор режима был отдан на откуп исследователям в любом центре, что им больше нравится. Кроме того, мы включали пациентов, у которых была адювантная химиотерапия в анамнезе, но желательно, чтобы прошло как минимум 6 месяцев с момента ее окончания, после чего пациент мог запрогрессировать. Статистическая гипотеза определила нам необходимость включения в работу 50 больных, чтобы увеличить частоту метастазоэктомии с 5 до 15%, при альфа-005, бета-02. При этом все пациенты получили 8 курсов терапии, и, соответственно, уже решался вопрос об операции. Выполнялась она, либо если пациент был неоперабельным после 8 курсов, его переводили на поддерживающую терапию, или ввели в соответствии с практиками того или иного учреждения, где пациент лечился. Вот такая характеристика пациентов. Мы видим некоторую особенность нашей популяции, в первую очередь связанную с тем, что у нас было большое количество больных, которым проводилась адювантная терапия в анамнезе. Это очень неблагоприятный, по сути дела, прогностический фактор. Если мы возьмем для сравнения регистрационные исследования Crystal и Prime для анти-GFR препаратов, там в популяции больных, которым проводился адювант, это всего 18-16%. То есть мы видим, что у нас популяция больных более неблагоприятна. С другой стороны, у нас довольно большое количество пациентов, имеющих левостороннюю локализацию. То есть химиотерапевты и хирурги активно включали больных, уже зная о том, что анти-GFR лучше работает при левосторонней локализации опухоли. Но, опять же, мы видим, что у нас и больше больных, по сравнению с другими исследованиями, имеет такой неблагоприятный фактор, как поражение, например, регионарных лимфатических узлов. Это тоже неблагоприятный фактор, несмотря на то, что опухоль могла быть оперирована ранее. Мы видим, что одинаково часто назначался фолфокс и фолфери. Преимущественно это были пациенты, получавшие цитоксимаб. Здесь перечислены, собственно, 4 центра довольно опытных в проведении как химиотерапии, так и хирургического лечения. То есть в данном случае мы знали, что мнение хирургов, что это неоперабельные митостазы, а определенные. Вот такие получились объективные данные. Непосредственная эффективность 36% объективного ответа. Частота R0 резекции составила 16%. Одному пациенту выполнена резекция легких 7 пациентов резекции печени. Если мы берем изолированное поражение печени, то в данном случае каждому четвертому пациенту удалось выполнить метастазектомию. При этом нужно отметить, да, мы видим такой более низкий показатель объективного ответа и на месяц меньше показателей выживаемости без прогрессирования по сравнению с данными рандомизированных исследований, в том числе сатуксимабом. Обусловлено, опять же, это характеристика наших пациентов, в большей степени получавших одевантную терапию, имеющую в анамнезе поражение лимфатических узлов региональных. Но так или иначе, если мы возьмем общую выживаемость, то эти пациенты за счет, видимо, активной хирургической тактики, они жили довольно долго. Медианная общая выживаемость составила 26 месяцев. Если возьмем больных, которых соперировали, то обратите внимание, здесь расчетные показатели двугодичной общей выживаемости составляют 83%. То есть, по сути, мы видим, что некоторые пациенты практически вылечили. И даже на такой небольшой группе пациентов мы получили какие-то тенденции в статистическом значимости, необходимое улучшение показателей общей выживаемости. Так как больных немного, наш регрессионный анализ не позволил четко выявить статистически значимых независимых факторов, которые были ассоциированы с шансом выполнения метастазоэктомии в нашей популяции. Однако, все логично, мы получили тенденции, если имеется изолированное поражение печени, отсутствие поражения легких, экстребеченочных метастазов, и, что тоже неудивительно, дерматологическая токсичность. То есть, мы видим, ну, такой эквивалент эффективности, биологической чувствительности опухоли, контиджиофертерапии. Все эти факторы показали тенденцию к тому, что выше шанс пациентов был достичь метастазоэктомии. Как говорится, если смотреть на токсичность, мы не увидели сигналов каких-то новых по сравнению с другими исследованиями по комбинации классической антиджиофертерапии и химиотерапии. Преимущественно были дерматологические осложнения, остальные тошнота, но при этом токсичность третьей-четвертой степени была редка. Опять же, это исследование вы уже видели, Елена Владимировна подробно о нем рассказала, но оно нам, опять же, я хочу подчеркнуть его важность тем, что даже в таких вот крупных клиниках Австрии и Германии, которые принимали участие в исследовании FIRE-3, это были не 90-е годы, это были 2000-е, то есть там уже были иммунистисциплинарные команды. Опять же, я сомневаюсь о том, что там не смотрели хирурги, но, видимо, может быть, если пациент поступал к химиотерапевтам, медицинским онкологам, они не обсуждались с хирургами, но так или иначе, действительно, довольно страшные показатели не до учета возможности выполнения метастазоктомии, а это даже на нашем маленьком исследовании видим, как это значимо улучшает показатели общей выживаемости, если вы радикально потом пациентов соперируете. 20% на скрининге не доучли, что они операбельны, а на лучшем ответе, по сути, каждый второй пациент мог быть соперирован. Поэтому, опять же, еще один момент о важности метастазоктомии, исследование, которое показывает, что даже если вы имеете больного с резектабельными метастазами на второй линии лечения, такое тоже случается, то вы не должны забывать возможность консультации его с специалистами, которые применяют локальные методы лечения, это может быть не только хирургия, но и какие-то рентгенно-хирургические подходы и стереотоксическая лучевая терапия, потому что здесь, выполнение, например, операций на второй линии лечения определяло показатели общей выживаемости, аналогично, если бы этих пациентов оперировали на первой линии терапии, медианной продолжительности жизни составило более 50 месяцев. Однако одним из условий, конечно, факторов, которые были ассоциированы с таким успехом, это опыт хирургов. Опыт хирургов, которые бы выполняли более 50, если не ошибаюсь, не менее 50 операций на печень, если мы говорим о резексах печени. Выводы довольно типичны о том, что да, даже если мы берем пациентов, пациентов, которые имеют нерезиктабельные метастазы в печени или в легких, то есть пациенты, которые требующие контроля болезни, здесь мы тоже можем получить 15% шанс того, что пациентов потом можно будет соперировать, и они получат шанс на очень длительные показатели общей выживаемости. Об этом не забывайте. В данном случае добавление анти-ДЖФР препаратов к фолфоксу или фолфери, даже обычным дуплетом, улучшает эти шансы, даже, как мы показали на нашем исследовании. Ну и всегда необходимо полнить о возможности выполнения локальных методиков не только на первой линии, на второй, на последующих линиях лечения. Но если мы говорим о потенциально операбельных метастазах, для Владимира, наверняка это касалось, то здесь оптимально применять более агрессивные подходы к комбинации триплетов в фолфоксире плюс-минус таргетную терапию. Спасибо за внимание. Продолжение следует...